Всем привет! Вы на канале Бурмейстерс, а это значит, что вас ждёт новый выпуск про мотоциклы. И у меня есть кое-что. Это кое-что. Лопата! Вы спросите, нахрена мне лопата, если это канал про мотоциклы? Лопата? Лоп... Рот закрой! А то, что если вы в переводчик забьёте лопата и переведёте на английский язык, вы получите... Лопата? Щаво. И сегодняшний выпуск будет не про одну лопату, а про целых две. Про старую лопату и обновлённую. Так всё-таки, как же связана лопата с мотоциклами? Ответ простой. Шовел хэд. Шовел хэд. Шовел хэд. Шовел хэд. Шовел хэд. 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 Не знаю, как правильно произносить. Это модификация мотоцикла Харли Дэвидсон. И один из этих мотоциклов был сильно преображён в нашей мастерской. А второму ещё предстоит. Немного позже эти два мотоцикла вы сможете посмотреть в этом видео. А если ты досмотришь это видео до конца, то тебя ждёт лайфхак. Давай немного истории про шовел хэд. Двигатель шовел хэд был сделан в 60-х годах. Он пошёл на замену панхэду. А поскольку на тот момент на мотоциклы устанавливали уже электростартер и заднюю подвеску, они стали более тяжёлыми. И старые моторы не вытягивали по мощности. Шовел хэд пришёл на замену как более мощный двигатель. Его объём составлял 1208 кубических сантиметров. И развал двух цилиндров был 45 градусов. Мотоциклы с этим двигателем выпускались до 1983 года. А само название шовел хэд, то есть лопатоголовый, пошла из-за того, что форма головы двигателя была похожа на перевёрнутую лопату. В то время такими лопатами грузили уголь. У первых моделей шовел хэдов головки цилиндров были такие же, как у первых спортстеров. На двигателе имеется два стартера. Это кикстартер и электростартер. Эти двигатели ставились на такие модели, как FL 1200 Electro Glide, FXE Super Glide, также White Glide. С 1980 года на этот мотоцикл можно было как опцию получить 80-й двигатель вместо 74-го, то есть 1340 кубических сантиметров вместо 1208. Харли Дэвидсон во времена изготовления мотоциклов с моторами шовел хэд был на грани банкротства, но сумел выстоять. На протяжении всего времени производства двигателей они постоянно модифицировались, из-за того, что было множество проблем с топливом в те времена. И эти двигатели зачастую начинали перегреваться. Постоянно изменялись такие элементы, как камера сгорания, клапана, также постоянно изменялась масло-система этого двигателя. А теперь пойдем посмотрим один из наших мотоциклов, которому предстоит еще стать кастомом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Что я могу сказать по ощущениям после того, как проехал на мотоцикле 80-х годов, который заводится кикстартером, но, кстати говоря, у него же есть электростартер. И конкретно этот мотоцикл заводится пока что таким образом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь давайте перейдем к технической части и посмотрим, как старые детали превращаются в практически новые. И как может выглядеть кастомизированный Харли Дэвидсон с мотором Шоуэлл Хэт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Любой глобальный кастомизинг начинается с того, чтобы вам нужно сделать проект. Либо найти картинку мотоцикла, который вам понравился. Старый стиль, конечно же, не будет на задних амортизаторах. У него будет сухарь, либо хардтейл, либо жесткая рама. Называйте, как хотите. Но раму вам придется распилить. Что, конечно же, мы и сделали. Данный экземпляр мы приобрели в недоделанном тюнинге, либо кастоме. Плюсом приобретенного конкретно этого мотоцикла, это то, что предыдущий владелец грамотно откапиталил двигатель. И нам остается наводить только красоту. Множество элементов рамы доведены вручную, как и полагается на олскульных мотоциклах. Но не обошлось и без современных технологий. Например, педаль кикстартера мы сделали на небольшом ЧПУ фрезерном станке. Внешне она должна напоминать как раз бошки двигателя. Это должно было добавить стилистики этого мотора. Нужно было купить очень большое количество новых запчастей. На нашем мотоцикле мы решили, что будут установлены 19-е колеса с достаточно редкой резиной Firestone TT 19-го радиуса. И спереди, и сзади. Колесные диски поставить обязательно спецованные. Но сами обода у них алюминиевые в надировке. Формированные тормозные диски спереди и сзади. Передняя вилка классическая, тип спрингер. Кастомная выхлопная система из нержавеющей стали. Одиночное сидение на пружинках. На многих хобберах и чопперах вы видели ручную коробку передач. И обычно сцепление выжимается ногой. Но здесь для удобства эксплуатации рычаг сцепления оставлен на руле. А коробка передач с правой стороны по ходу движения мотоцикла. Так достаточно комфортно эксплуатировать мотоцикл. Для покраски решили использовать цвет слоновой кости. И в сочетании с ним лучше всего подходит коричнево-красный. Либо многие называют этот цвет гнилая вишня. Большое количество аэрографии на таком мотоцикле не нужно. Решили обойтись классической надписью Carly Davidson на бензобаке с двух сторон. После того, как все детали открашены и большинство деталей изготовлено, необходимо аккуратно и кропотливо собрать весь мотоцикл. И вот первый тест запуска. Бензин есть, лампа давления масла срабатывает с проворотом кикстартера. И вот он завелся. Теперь его можно выкатывать на улицу и проверять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А теперь, как и обещал, лайфхак. Я думаю, все сталкивались с тем, что мотоцикл стоял и сел аккумулятор. Не всегда есть быстрый доступ к аккумулятору, чтобы подсоединить зарядное устройство. Конечно же, если у вас не висит отдельная розеточка, выведенная для удобства подзарядки вашего мотоцикла. Остаться лайфхак будет только тех мотоциклов, у кого есть втягивающие на стартере. Ведь такие мотоциклы имеют постоянный плюс на сам стартер от аккумулятора. Берем классическое зарядное устройство с двумя клипсами, либо крокодилами, как их называют. И чтобы не снимать сиденья, бак, фальшбак, раму, бардачки и так далее, где может быть запихан аккумулятор, не всегда это комфортно и удобно. Практически все мотоциклы Harley-Davidson имеют такой стартер, не считая V-Rot. Стартер находится, как правило, на видном месте. Так вот, вы берете ваше зарядное устройство и плюсовой крокодил цепляете на провод стартера. А минусовой лучше закрепить на металлическую часть двигателя. И заряжаем. А мотоциклы, у которых стоит реле стартера и обычно стартер с обгонной муфтой, такая схема не получится. Потому что плюс вы подойдите на стартер и стартер будет вращаться. Вот такой лайфхак. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Оцените его лайком или дизлайком. Хорошо, если вы напишите комментарий. Всем удачи и пока!